ну что ж мы уже ознакомились с алгоритмом еще раз и рассмотрели структуру веб-страниц импортировали модуль в наш проект напоминаю что мы работаем с копией файла dragons web кто этого не сделал ничего страшного можно сделать это сейчас либо в принципе не принципиально нам важно сделать игру и сейчас у нас работа будет вестись с стартовой страницей мы напишем функцию которая будет генерировать эту стартовую страницу для этого пролистываем код нашей программы в самый 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 низ ставим в конец строки нажимаем enter дважды а можно и трижды добавляем новые строки не жалейте места лучше пускай будут пустые строки вы будете легко читать код нажимаем клавишу backspace для того чтобы перейти в первую позицию язык python очень строго относится к отступам и нам нужно начинать с первой с нулевой позиции для того чтобы написать функцию и эта функция будет иметь следующий вид я как уже сказала в предыдущей части буду позволять себе копировать код для того чтобы это все происходило быстрее и комментировать я его копирую вставляю и у нас раз два три четыре всего лишь строчки что в этих строках написано во первых указан урал причем этот урал можно писать как с закрывающим слышим так и без него это синонимы страницы такое допускается и на всякий случай я сделала именно так повторю еще раз те кто набирает от очень медленно вы можете его не набирать а скопировать сайта наша задача ознакомиться с технологией они упражняться в скорости набора на клавиатуре хотя конечно лучше научиться набирать код вручную но от этого нужно немного больше времени а у нас времени очень мало дальше в следующей строчке у нас определяется функция драгон с таким же именем это неважно потому что поэтому хорошо поймет где что это чего и в этой функции всего лишь одна строчка которая начинается с отступа видите всегда внутри функции или внутри цикла есть специальный отступ это такая особенность синтаксическая языка python и здесь у нас возвращается вроде бы как некое значение используется функция template эту функцию мы импортировали вот она здесь и круглых скобках в кавычках у нас еще раз драгонс повторяется это обращение к так называемому шаблону и файл шаблона мы тоже сейчас с вами создадим технологические веб-сайты в приложения создаются именно так пишется некая логика на каком-то языке программирование например на python а то что касается визуализации содержимое она размещается специальных файлов которые называются файлы шаблонов или template и имеет расширение тпл template мы этот файл тоже сейчас с вами создадим для этого выбираем пункт меню файл нею смотрите внимательно с многоточием и просто выбираем здесь файл просто обычный файл и пишем аккуратненько ну конечно же по английски dragons . tpl кто не уверен имя файла шаблона тоже можете скопировать на сайте либо в описании видео и нажимаем enter у нас появляется пустая страничка которой нам необходимо написать содержимое первой странице если помните содержимое первой странице это приветствие да то есть можно в принципе консоль пролистать и чуть ли не отсюда взять и скопировать например вот так в принципе так тоже можно делать но мы сразу будем делать правильно потому что на любой веб странице если кто-то не знает сообщаю кто знает напоминаю контент содержимое пишется на языке гипертекстовой разметки которая называется html поэтому мы будем писать шаблон на этом языке и я тоже позволю себе копипаст заготовку свою скопирую и вставлю сюда вы можете тоже самое сделать с сайта здесь у нас используется всего лишь два тега языка html тег заголовка h1 они выступают как такие скобочки видите открывающие закрывающие на закрывающие с обратным слэшем но название у них одинаковые и тег абзаца и открывающий пи закрывающие так далее вот у меня три точнее четыре абзаца и один заголовок потом это все можно красиво оформить с помощью языка стилей css но этого мы к сожалению не успеем сделать в нашем мастер-классе но отдельно некоторые ссылочки возможно я в последних видео дам и так мы сделали шаблон мы написали функцию и сейчас нам осталось написать еще одну добавить строку в наш код которая будет отвечать за запуск нашего в приложении это впишется самой последней строчкой кода опять же ставим в конец строки нажимаем enter enter и в начале первой позиции видите без отступа здесь был отступ здесь нет отступа вставляем вот такой вот код ну либо пишем вручную этот код запускает локальный хост локальный сервер на котором будет все работать у нас наше веб-приложение и теперь осталось немного в принципе уже можно тестировать но мы сделаем еще небольшое движение а именно нам уже не нужен игровой цикл потому что он все равно работает в консоли поэтому мы его с помощью значка решетка на английской раскладке это shift троечка мы вот так вот каждую строчку аккуратненько закомментируем эта часть кода нам не нужно принципе потом ее можно будет удалить но пока научимся комментировать код для того чтобы потом вдруг если что-то пошло не так иметь возможность откатить если все сделали вслед за мной вот у нас появилось пять новых строчек кода и файл tpl обращая внимание очень важно имя файла tpl dragons и вот здесь кавычках тоже dragons здесь то что вы написали можете придумывать свое в принципе если вы написали другое имя файла вдруг ошиблись какой-нибудь буквочки пишите то имя файла который у вас файл шаблона это важно иначе ваш шаблон не будет найден сейчас мы можем протестировать выполнение этой программы выбираем еще раз пункт меню ран ран многоточие и уже сейчас нам нужно запустить программку dragons в выбираем ее у нас запустилась программа и смотрите здесь подсказка вы можете увидеть выполнение по вот этой ссылочке можно сразу кликнуть мышкой по этой ссылке она у нас откроется в браузере который выбран у вас по умолчанию и здесь через слэш мы пишем dragons и вот у нас игра уже запустилась у меня сработало немножко больше потому что я забыла остановить процесс который у меня запущен в другом приложении поэтому я его сейчас остановлю закрою эту страничку и еще раз тут тоже остановлю и сейчас уже смотрите у нас по умолчанию вот это вот приложение можно просто нажимать либо здесь на треугольничек либо здесь на треугольничек уже в пункт меню завязать не надо нажимаем опять по ссылочке открывается браузер слэш dragons вот так должно произойти без всяких вопросов мы пока этого еще не писали но уже начало положено и в следующей части мы продолжим двигаться дальше